На истекшей неделе у нас опять произошел сбой в расписании наших выпусков, но тут мы совсем не виноваты. Ни во вторник, ни в среду оперативного совещания в правительстве не было. Дело в том, что Радий Фаридович отправился на авиационный салон «МАКС-2021». Судя по всему, пристрастие к выставкам с абонтуемым и праздником перерастает в какую-то тяжелую физиологическую зависимость, и Хабиров не может пропустить ни одного тематического мероприятия на пространстве Российской Федерации. На авиасалоне Хабиров долго и мучительно восхищался вертолетом К-32А, делая вид, что чуть ли не он сам его разработал и запустил в серию. Однако тут, конечно, остается только недоумевать. Судя по всему, референты дорогого Радия Фаридовича не удосужились оповестить его о том, что эта летающая машина вовсе не венец инженерной мысли. А впервые этот вертолет совершил полет еще при жизни Леонида Ильича Брежнева, ни много ни мало, а целых 41 год назад. В общем, конечно, это очень смешно, но закончилось это смешно тем, что мы зачем-то покупаем этот К-32А производства Кумертаусского вертолетного завода для нужд башкирского МЧС или какой-то другой спецорганизации, который будет при помощи этого вертолета тушить леса. Дело, конечно, благое, но при чем здесь Хабиров и при чем здесь вот это вот все с пропуском оперативного совещания, я так и не понял. Несомненно, самым громким событием прошедшей недели были события в Баймаке, где местная МВД задержала, и обыскала жилища у троих граждан, по мнению жителей Баймака, подозреваемых в избиении Ильдара Юмагулова. И речь идет о неком Иделе Султанове, Азамате Курбангулове и Сергее Логинове. Все эти трое людей плотно и надежно ассоциируются в Баймаке с неким союзом общественных инициатив за Уралье. Вот этот вот союз Меча и Орала, который создан непосредственно Азатом Бадрановым, собственно, и возглавляли вот эти три героя. Идель Султанов был председателем этого союза, Азамат Курбангулов заместителем председателя, а посовместительствующий директором местного ФОКа. А вот Сергей Логинов – это такая мутная фигура, ранее судимый, неизвестно где работающий гражданин. Событие-то, конечно, всколыхнуло и не только Баймак, но и всю Башкирию. Дело в том, что давно и мучительно тянулось вот это следствие вокруг избиения Ильдара Юмагулова, активиста, который выступал против варварской разработки полезных ископаемых в Баймаке. Кроме всего прочего, Ильдар Юмагулов – это тот самый человек, который в лицо Хабирову сказал, что Хабиров – это не народ и что Хабиров – это еще не вся республика. Это было знаменитое столкновение активистов и Хабирова вместе с Александром Сидякиным, когда Хабиров заявил, что он и есть республика. Когда он сказал вот эти знаменитые слова – республика стоит перед вами. Ну, в общем, вот этот самый Ильдар Юмагулов был жестоко избит в Баймаке, ему сломали обе ноги, он долгое время лежал в больнице, претерпел несколько операций, и до сих пор не найдены люди, которые напали на него, при том, что есть видеозаписи камер наблюдения и много-много всяких интересных подробностей этого события. Так вот, Идель Султанов, Азамат Курбангулов и Сергей Логинов, по мнению жителей Баймака, подразвиваются в избиении Ильдара Юмагулова. Все три вот этих героя, по свидетельству очевидцев, пытались сорвать сход граждан, который случился в Баймаке после вот этого печального избиения Юмагулова. В общем, фигуры более чем заметные в Баймаке. И примечательно то, что вот этот вот союз общественных инициатив в Заурале, недавно созданная общественная организация, была создана при непосредственном участии и Азата Бадранова, и Радия Хабирова. У меня лично не вызывает никакого сомнения, что вот этот СОИС, это некий противовес общественному движению в Заурале, это организация, созданная для силового устрашения тех, кто не согласен с политикой властей и местных добытчиков полезных ископаемых. Но, впрочем, после обыска и допросов или бесед в МВД, мы точно не знаем, в каком формате происходило это общение, все трое были отпущены на свободу, что, собственно, тоже вызвало волну негодования у баймакской общественности. Однако я отмечу про себя, что подобные действия МВД в баймаке это очевидный намек и Хабирову, и Бадранову на то, что нужно прекращать подобную политику в регионе, что она не приведет к ничему хорошему, а только ведет к эскалации напряженности. Люди в Заурале очень возбудимы, они достаточно риски и категоричны в оценках действий властей, и мало не покажется, если их довести до белого коленя. А, собственно, к этому все идет. Тут надо задать себе вопрос. Если силовой образ воздействия на общественность, образ воздействия через страх и насилие, это единственное, что может предложить Азад Бадранов в плане решения проблемы Заурали, то, наверное, нужно срочным образом его с этого направления снимать. Вот эту ситуацию иначе как подставой в отношении Хабирова назвать нельзя. Если это действительно так, то, конечно, Азад Бадранов ну никоим образом не подходит на место господина Сидякина, на которое он изо всех сил метит. Судя по всему, человечек не располагает достаточным интеллектом и разумом для того, чтобы придумать что-нибудь оригинальное для решения сложной проблемы, а в его видении проблема решается кулаками и бейсбольными битами. Примечательное событие случилось в Республике на прошедшей неделе в области борьбы с коррупцией. Именно коррупцией я называю ту самую знаменитую сделку по покупке пиксельных елок. Напомню, что в 2019 году хозяйственное управление Радия Хабирова зачем-то закупило пиксельные елки на 115 миллионов рублей с нарушением всевозможных конкурсных процедур под предлогом чрезвычайной ситуации, хотя никакой чрезвычайной ситуации объявлено не было. И вот Федеральная антимонопольная служба заявила об этом, а впоследствии на прошедшей неделе и арбитражный суд поддержал эту точку зрения о том, что 115 миллионов рублей должны быть возвращены в бюджет. Примечательно, что суд определил, что деньги должны быть возвращены в бюджет, а елки должны остаться в распоряжении муниципалитетов, которым и были переданы из хозяйственного управления Радия Хабирова. В общем, ситуация такая очень неординарная. При том, что суд определил, и ФАС, и суд определили, что цена на эти пиксельные елки была завышена на 80% в процессе их перемещения из Белоруссии, где их делают, через красногорского поставщика, вот это самое знаменитое ООО «Клирлайт Рус» и в собственность хозяйственного управления Радия Хабирова. Примечательно, что еще тогда, когда этот скандал разгорелся, Хабиров и его команда встали грудью на защиту руководителя хозяйственного управления, значит, главы региона, который, собственно, почему-то и покупал эти елки, защищали его насмерть, отделался он там каким-то маленьким выговором, даже, видимо, не был лишен премии. Хотя, на самом деле, здесь нужно наверняка вести речь о уголовном преследовании этого гражданина, потому что, ну, уже и ФАС, и арбитражный суд дают очевидное подтверждение коррупционности этой сделки, 80% завышения цены. Собственно, вот эти 80% — это целый миллион долларов. И если предположить, что сейчас придется поставщику возвращать деньги в бюджет республики, то наверняка в этой всей компании возникнет вопрос, кто что должен вернуть. И если мы предполагаем, что вот этот миллион долларов как раз и попилили доблестные чиновники хозяйственного управления главы региона, то им, конечно, сейчас, наверное, очень грустно. Они должны где-то собрать целый миллион долларов и вернуть своим партнерам из Красногорска. Я нисколько не сомневаюсь, что если эти деньги достались хазушникам, то эти хазушники давно их потратили на замечательные ягуары для своих девушек. Ну, и еще на всякие приятные вещи. В общем, конечно, вот это тот самый страшный удар по коррупции, который наносится именно по карману коррупционеров. Очень меня позабавила инициатива наших мечтательно настроенных энтузиастов в Уфе сделать город Уфу городом ЗОЖ, городом здорового образа жизни, ну или, по крайней мере, провозгласить его таковым. Дело в том, что на прошедшей неделе в Уфе было зафиксировано превышение в воздухе города этилбензола на 1 ПДК, фенола на 1,5 ПДК, а чуть ранее было зафиксировано еще и превышение вдвое ПДК сероводорода и в полтора раза ПДК оксиуглерода. О каком ЗОЖ идет речь, если в городе все труднее и труднее дышать? То есть, даже на улице Ленина, где я живу и где редко ощущалось вот это вот задымление и загрязнение, на прошедшей неделе был четко выраженный запах в воздухе. Что на это говорят власти? Власти говорят, что они мучительно трудно ищут источник загрязнения, что источников этих очень много и возможно, что они их не сразу и не скоро найдут. А из мер, которые они предлагают, они предлагают закрывать поплотнее окна. Как будто бы внутри наших квартир не тот же самый воздух, который снаружи от этих квартир. В общем, конечно, цинизм и идиотизм процветают в нашем городе. Но вот с этим вот городом ЗОЖ совсем уж смешно получилось. И напоследок хотелось бы задать вопрос. В комментариях можно на него отвечать. А вы верите замерам наших властей по качеству воздуха в городе Уфе? Небезызвестный бывший главный архитектор Уфы Олег «Не хватайте меня за закон» Байден на прошедшей неделе опубликовал в Фейсбуке какой-то совершенно поразительный пост, в котором он наголову раскритиковал действия Уфимской администрации, где он назвал то, что делается на Советской площади, вредительством. И поводом для этого стало падение огромной ели, которая рухнула на здании на Советской площади, слава богу, ничего не повредив, но зрелище, конечно, было ужасное. И вот этот самый Олег Байден утверждает, что причиной падения этого дерева является то, что было неправильно там произведены работы, изымался грунт в сухую погоду, там пострадали корни дерева, и, видимо, из-за этого оно упало. Ну, отметим сразу, что схожесть господина Байдена с унтер-офицерской вдовой, которая сечет сама себя, безусловно, поразительная. Кроме всего прочего, господин Байден нарушил неписанные законы чиновничества. Сейчас ныне он пристроен в правительство, а когда чиновнику дана пила и бревнышко, то основным правилом для него является не мешать другим пилить. В общем, конечно, тут Байден рискует. Что-то мне подсказывает, что в скором времени он из правительства вылетит за такую вот критику. А вот к Советской площади, тем не менее, очень много вопросов. У нас там действительно выдерживаются сроки освоения вот этих 20 миллионов рублей, которые планировалось истратить. Почему так и не заработал этот вожделенный в жару фонтан? Почему уже вздулась и потрескалась плитка, которая там уложена, и люди видят это своими глазами? Да и, в общем-то, вид, который там открывается, нам не производит впечатления хоть какой-нибудь стадии законченности. Где, собственно, чугунный конь с генералом, где обещанная колоннада, где вообще все вот это великолепие, которое уже начало разрушаться? Вот это вызывает вопросы граждан. Мы, конечно, понимаем, как отмечают специалисты, что площадь это не для людей, а для Радия Хабирова, чтобы он в торжественные случаи под красными знаменами приближал и приближал победу к себе. Но, тем не менее, вот вопросы остались. Вообще, конечно, вот это печальное состояние города, в который приходит Уфа в последние месяцы и последний год, это, конечно, прямое следствие того, что руководство городом, да и республикой в целом, захватили люди, очень далекие от городской жизни, которые не смогли адаптироваться в городах, как жители городов, которые понятия не имеют об урбанистике и правилах проживания в больших населенных пунктах, и которые, судя по всему, и по моим ощущениям, пытаются сознательно или подсознательно все вокруг себя превратить в Ашимбай. Вот это ужасно. Специалисты отмечают нарушение всех мыслимых и немыслимых правил урбанистики в Уфе, и вот это, конечно, становится, очевидно, даже не для специалистов. Ну, хватит о грустном, давайте о смешном. На прошедшей неделе руководитель аппарата общественной палаты Шамиль Валеев стал лауреатом дня пиарщика. Собственно, победил он в номинации переобувания года. Ну, даже лояльные и любвеобильные коллеги по цеху не смогли не оценить по достоинству те уродливые метаморфозы, которые произошли с Шамилем за последний год. Видимо, уже, ну, совсем терпение лопнуло у всех. Хотя было сложно не заметить, наверное, сколько раз Шамиль менял хозяев, перебегал из лагеря в лагерь за свою не очень длинную карьеру, валялся в ногах и выпрашивал должности. Предвосхищая истерику Шамиля по поводу этого моего высказывания, я скажу, нет, Шамиль, на самом деле это не ты привел меня в команду Хамитова. Хамитов сам мне первый позвонил на сотовой, и мы обсуждали и договорились о встрече. К тому времени ты, Шамиль, уже убежал из Москвы, где терся вокруг беглой команды Хабирова. И по словам того же самого Рината Баширова бесконечно выклянчивал деньги. Вот Ринат характеризовал этот период так, что Шамиль всех задолбал в Москве. Дескать, работы у меня нет, на работу не берут, дайте денег, жить не на что. Ну, в общем, после этого Шамиль метнулся в Уфу, пал в ноги Хамитову, выпросил должность и продолжил праздно тренькать на гитаре уже в кабинете директора Башинформа. Так что нет, Шамиль, ты и многие, кто утверждает, что они привели меня к Хамитову, на самом деле бессовестно врут. Многие недоумевают и спрашивают, что делает Ильяна Саитова на нашем канале со своей занозой. Отвечаю. Вообще, мне пришла в голову идея предоставить возможность любому кандидату в депутаты на выборах 2021 года попасть на наш канал и инсталлировать там свой ролик. Причем делать я это буду бесплатно. У меня есть несколько условий для кандидатов. Первое – это то, что ролик должен быть не больше, чем 3,5 минуты продолжительностью, а остальные технические детали мы обсудим уже лично, либо с нашими специалистами, либо со мной. Связаться со мной несложно. Повторяю, размещать ролики мы будем бесплатно. То есть, чтобы там не вносить смуту в эти законодательные моменты, в расходы кандидата, то есть денег мы за это брать не будем. Ну и кроме того, что я приглашаю наших кандидатов из любых, из всех партий размещать ролики на нашем канале и показывать их нашим зрителям, я хочу попросить вас, наших подписчиков и зрителей, ну будьте вы немножко снисходительнее и добрее. Если у вас это не получается сделать сразу, то представьте себя перед камерой, представьте, что вы скажете людям, ну и вам немножко, наверное, полегчает. Мы пытаемся восстановить сетку нашего вещания, потому завтра будет стрим. Стрим будет, внимание, в 22.00, не как обычно, в 8, а в 10 вечера. В общем, призываем всех подключиться, поговорить. Надеюсь, что на этот раз никаких технических проблем не возникнет. Мы заготовили два канала связи, так что я очень рассчитываю на то, что все пройдет нормально. Подключайтесь, задавайте вопросы в комментариях под этим видео, либо напрямую во время стрима. Поговорим, пообщаемся. Нам точно есть, что обсудить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин